Я приехала из прекрасного города Белгорода, а до этого я жила до 20-го года в менее прекрасном городе Харькове. За Харьков? Да, за Харьков. Да, мы так сыпьём всё, на первые пять минут. А это коммуникация. Да, как вы понимаете, мой опыт, он с 2003 года, на самом деле мне так много, но у меня было некоторое количество радиоигр, в которых я принимала участие, и которые я, собственно, делала как мастер. Я была и ГМом, и сюжетником, и ОКЧшником, кем я только не была. Всяко бывало. Общий подсчёт, который я очень приблизительно веду, он порядка 20-25 проектов. Я маленький опыт. Ну, я маленький опыт, 25 проектов. Да, то есть он... Не болит человек. Ну, я считаю, что он небольшой, потому что, на самом деле, каких-то крупных полигонок я использовала. Маленькие, это не полигарей. Да, я делала максимум полигонки 100+, но для Украины это такой хороший седьмячок. Для России это более мелкие проектов. Смотря на какой Россию. Да, но, кстати, в прошлом году... Только только с юга крупные ребята. Да, в прошлом году мы строили, сейчас-таки, мы делали «Волшебника Зунгубного города». Это совместный наш проект. Значит, о чём я хочу поговорить? Во-первых, я очень прошу, когда мы будем с вами общаться, тот, кто хочет говорить, как в школе, аккуратно поднимает руку. Я не очень люблю, когда галдят, не очень люблю, когда перебивают друг друга. И говорить громко сложно, правильно? Поэтому мы будем говорить с вами максимально спокойно, чтобы мы друг друга услышали, да, чтобы мы могли пообщаться и прийти к какому-то выводу, который я хотела бы получить в конце данного мероприятия. Озвучиваю цель. Какая цель моего мероприятия, как вы думаете? Навести между нами коммуникацию. Совершенно верно. Пообщаться. Поговорить о том, что у каждого из нас было такого интересного. То есть, на самом деле, Сергей сказал про два железных чемоданчика, а я сначала пришла, потому что я в 3 часа утра только легла спать. Я не сразу уехала, что он имеет в виду. Тем не менее, кейс. Вот смотрите, я собиралась на руку в этом году. Я не была на оппоненте уже очень давно. Естественно, любое мероприятие, которое проходит, вызывает определенный интерес. Как вы думаете, какого рода мероприятия могут вызвать интерес у человека, который сам делает игры? В практике? В практике? В практике он всякий. Еще что? Какие варианты? Ну, на самом деле. Это нельзя выработать. Ну вот, допустим, там, один, два, три. Ну, давайте так. Здесь зависит еще от того, не только от того, что мастер делает игры или не делает, а то, какие у него вообще цели на данном конвенте. Вот и вот. Человек может ехать на конвенте по нескольким причинам. Давайте их просто перечислим. Они нам всем понятны. Первое. Ему действительно хочется повырваться в теорию и практику, и он будет ходить по всем площадкам. Все мы можем здесь собравшись, а так и делали. Вот. Более того, были прям полезные игры. Да. Бывало, что ты такой фигак, узнал, что ты... Ну, как с Васей решили сделать игру, из того, как он побывал. Да, и послушал мероприятия. И хорошая игра. После чего мы сделали именно после этого мероприятия, сделали игру. И очень крутая была игра, всем очень понравилась. Я про нее нял там, ладно, Рубик. Была такая правда. Вот. Значит, второе. Люди едут потусить. Но у них там может быть такое сознательное тусило. То есть концерты, дискотеки. Вот они только за этим приехали. Им нужен не фига костюм, а у них все отлично. Бывают люди, которые приехали просто поговорить с теми людьми. Поиграть в какие-нибудь результаты. Да, 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 конечно. Или отчет поигрести. Ну, хорошо. Смотрите, что я зафиксировала для себя. Значит, из того, что мы с вами обсудили. Я говорила, что наше мероприятие – это форма круглого стола. То есть мы просто собрались нам допустить, если так сказать. Я не докладчик. Я в большей степени модератор и заинтересованное лицо, которое хочет получить, возможно, какие-то ответы на свои вопросы. Вот смотрите. Поврываться – это такое всеобъемлющее понятие. То есть оно как бы выключает все остальные пункты по-хорошему. Да, да, да. Поврываться – это основная цель. Мы ее так называли. Посидеть в мероприятиях, потусить, получить какой-то экспириенс, принимая участие в других мероприятиях и пообщаться. Нет, еще нужно обязательно писать, потому что это сейчас очень модное дело. Игры. Люди приезжают, некоторые люди приехали на этот канал вдвоем поиграть. Только это их интересует. Вот как есть люди, которые решили только танцевать, давайте как-то отрываем. Удивительно, я случайно для себя записался на две. Сегодня у тебя будет взматывание. Я записалась на две, и я могу сказать, что посетила я вчера только одну, потому что вторая, на которую я записалась. Он пересекается с другими мероприятиями. Так вот. У нас в голову придет. Вопрос пришла мастеру, интересно. Мастеру интересно принять участие в проектах других мастеров. При этом ему не надо куда-то приезжать специально за пределы своего региона. Он приезжает, и тут тебе на месте сколько? Четыре у нас играли, да, на рубитолы? Можно сразу посидеть несколько. Несколько. То есть можно посмотреть, как работают другие мастера, у которых ты никогда не был. Какие игротехники и так далее, и тому подобное. К чему это все? Что мы обычно делаем до игры? Вот что мастер делает до игры, когда он идет заявляет, и уже какой-то пол людей собрался на них. Мы говорим не о технических моментах, мы говорим о формате коммуникации. Что делает мастер? Всех зовет на игру. Всех зовет на игру. Всех зовет на игру. Что он делает с игроками? Работает с ними. Вот. Он с ними коммуницирует. То есть он общается с игроками. Любой мастер. Любой мастер, который делает игру с точки зрения гемо, либо сюжетника, либо мастера, который отвечает за какую-то локацию. А здесь бывает так, что он несколько совмещает специальностей, он отвечает за активную локацию, за работу с игроками этой локации. То есть эта работа, она построена на коммуникациях. То есть без них никуда. Что происходит? Вот я, простая русская баба, заявилась на два проекта, которые проходили здесь на Рубиконе. Один прошел, второй будет сегодня. Что было написано в чате Китилеги? Вот. Прекрасное мне нам предложено расписание. Вот будут такие доигры. Я, о, тык-тык. Я пойду на эти два мероприятия. Что мы делаем, когда мы заявляемся? Куда мы пишем? Мастеру есть. Нет, там может быть мне необходимо. Там может быть написано, что не надо писать мастеру. Нет. Там не было написано. Там было написано. Потому что разные. Очень популярно просто заявиться на какую-нибудь джойне и так далее. Ну, на джойне ты заявился. Есть нюанс. То есть был такой вот контекст, что если вы заявились, маякните там мастеру. есть вот заявки, которые Катя Ли, а не на джойне, а заявки, которые на помирите на рубиконе. На зелене. Я взрослый человек. Я тоже работаю. У меня семья. Да-да-да-да. Я хожу в бассейн на танцы, на кризы. У меня круг интересов достаточно широкий. Я пишу мастеру. Пишу уважаемый мастер. Вот я заявилась на какое-то, такое-то мероприятие. Таким-то, таким-то персонажем. Пожалуйста. Что от меня нужно? Что от меня нужно? Тишина. Мне тоже полтора месяца. Вот. Подожди. Я, ну, смотри. Мы подходим к тому, что так как это у нас у всех хокли, то все мы тут будем постоянно продаваться. Не перебивать. Топлатчиков, не перебивать. Я тебе слово дам. Смотри. Понял. Тебе дадут слово. Смотри. Ситуация следующая. Я не против того, что мы все заняты. Я не против того, что это увлечение, и оно не обязательное. То есть ты можешь, как я написала в одном чате, и говорю, что прелесть ролевых игр в том, что ты можешь их делать, а можешь не делать. Вот для меня в этом прелесть. Тут же. Можно я скажу? Ну, вот очень важно. Если ты их делаешь, то делай, пожалуйста. Вот. Если ты взялся, то будь добр понимать, что ты взял на себя определенную ответственность. Это очень важно. Коллега, я согласна целиком и полностью. Почему? Потому что, ну, в моей картине мира, если тебе написали 10 игроков, ты видишь висящее сообщение от этих игроков. Как бы ты не был занят, есть волшебная кнопочка, рассылка. Это занимает ровно, сука, одну минуту. Написать фразу, что, ребят, я все видео видела, я с вами свяжусь там за неделю до мероприятия. Только просто, если ты занят, не делай. Вот. Так, говорите. У нас в мастерской группе, мы сейчас не про коррект, в целом, но, например, вообще, есть свод правил. Ну, то есть, вот, у нас, в особенности, нельзя большие игроков, это очень много. Ну, если на всю структуру мы приходят, у нас есть свод правит, это мы обязательно при знакомстве, рассказываем гостерам. У нас есть, конечно, исключения, это очень добрый эффект, но, в целом, всегда стараемся придерживаться этим правилом. Правил основных два. Первое. Не хамить, не выходить на конфликции. Если игрок совсем начинает, как бы, берега не чувствует, просто аккуратно, вежливо ставить на место, плевниться, объясняя ему, все равно, условно, по шаблону, что ваше мнение очень ценно для вас, будьте, пожалуйста, любезны, выражайтесь там более корректно. Ну, без хамства, в ответ. Вот это во всем. Второе правило по коммуникациям следующее, я всегда рассказываю, у нас мастерские сборы, и там первые мастерские сборы я рассказываю всегда одно и то же. Правило очень простое. Игроку при подготовке игре нужно отвечать в течение двух суток. Если ты игроку в течение двух суток и отвечаешь, что происходит? В особенности, когда у людей загораются глаза, обычно это происходит волнами, то есть это где-то август, сентябрь, когда их узнали, где-то к ноябрю они просели, в конце ноября начинается сделать фигму, или даже где-то к концу октября, в ноябре начинается сделать фигму, где-то в дворе и вварские праздники, и у них опять спа, в феврале у них начинается комкон, рубик, он так далее, волк, они опять с участием в глазах начинают бегать, и где-то там в конце мая это более-менее спадает, и перед началом игры собирается на... Вот особенности в тот момент, когда идет вот этот пик поднимания эмоций, и желательно ему все время отвечать в течение двух суток. Почему? Я игрок, я веду охрененно классную штуку, я, значит, с командой, я с командой прихожу к мастеру со словами, у нас вот такая штука. И вот в тот момент, когда у него вот такая штука, если мастер не отвечает, что... Обычно двух суток и течение, происходит даже не так, происходит иногда еще хуже, они приходят, стучатся, только не отвечают, они уходят коммуницировать к себе. За двое-двое-четверо суток они генерят уже готовую картину мира на вашей игре, и когда вы им отвечаете, например, через неделю, они к вам приходят уже с готовой темой. И в этот момент, когда неделю не отвечает, вы начинаете объяснять, почему вот эта вот хрень не подходит для нашей игре. Да, получаешь огромное, и негатив получаешь, у меня правда на ожидание, потому что, ну, вообще-то, если ты ответишь в логере, ты бы участвовала в регенерации вместе с ними. Когда ты не отвечаешь в неделю, они тебе приносят, то дальше начинаются очень большие проблемы с раком с этим. Поэтому правила это не имеют. Вот. Поэтому вот сейчас у меня с твоей подачи, привет, записала два главных правила, да? То есть это мнение вроде мастера игр, который делал проекты тысяча плюс. То есть это мнение не то чтобы ценно, а другие даже ценно, что это уже отработано неоднократно, и это правда. То есть да. Вопрос. В арпе была методичка. Над ней долго смеялись, но тем не менее то, что методичка, собственно, документы чудовищно с травой, да, вот. Я думаю, согласятся все. Понимаешь? Ну, собственно говоря, значительная часть методички – это коммуникация. Значит, смотри, Олах, я понимаю, что изобретать велосипед – это так себе. Есть муанс. Во-первых, я не видела методички Ларма. Уж так случилось в моей жизни. Вот так. Понимаешь? Да. Такое тоже бывает. Перешлите. Перешлите. Во-вторых, меня интересует именно конкретный кейс. То есть, да, говори. Ну, вот вы говорите про интернет, вот. Лёпа правильно сказала про два дня. Вообще, я думаю, что если утром написали вечером, надо ответить, что хочешь ты или не хочешь. Это если мы берем за основу, что… Это никогда не бывает. Да. Идеального не бывает. Да. Но вот, в реальном, мы говорим о коммуникации в интернете, я неоднократно сталкивался на разных играх, когда происходит очень проблемная коммуникация прямо на игре. Вот у меня прекрасный бимый бимый пример. Про мастера я хочу на одной игре. Я не буду называть эту игру. Вот, тут нет. Второй переговор. Все хорошо. Вот. Когда я пошел в мастерский лагерь, чтобы решить предельно бытовую проблему. Вот предельно бытовую проблему. Ее надо было решить очень даже быстро. Я туда пришел, и мне наконец-то вывели мастера, пока человек, который может мне помочь. А мне конкретно нужна была даже не помощь его, собственно. Мне нужно было получить его контакт, через который я могу решить эту проблему. Вася, я чувствую, знает историю. И выходит ко мне мастер, все хорошо, я подхожу к ней и начинаю говорить. Она говорит, отойди от меня. Я такой, в смысле? Она говорит, я социофоб. Со мной можно говорить только за три метра от меня. Какого лешего? Я такой, ну отлично. Отошел на трех. Мне-то нужно получить то, что мне надо. Я отхожу, значит. Я и на меня. Вот. Говорю, мне-то то-то нужно говорить. Зачем ты ко мне пришел? Я вообще с людьми не хочу говорить. Я ничем не могу тебе помочь. Ищи в другом месте. Ну ты мастер пахача или не мастер пахача. Ладно, окей. Ты к сосоку пиши свою сюжетку. Общайся с людьми дистанционно, если у тебя есть проблема. Если ты не хочешь их видеть, что у тебя есть. Не видеть этих людей. Хотя на самом деле сюжетку не напишешь, если ты с людьми нет. Вот так вот непосредственно не общаешься. Ну блин, зачем ты заняла эту должность? Ну не должность. Эту позицию мастерской группы. Ну я начал доставить. Я сказал, что я не уйду, пока я не получу искомы. А она сказала, что она мне виновидит и ушла вдали. Через минут 20 вернулась с искомы надо сделать. Но когда мне она все это отдавала, было впечатление, что она мне сейчас придушить готова. Ты просто скажешь, что мастеров. Чем человеку проблема, это проблема, к сожалению, в 80% мастерских групп. Почему-то... И вот именно когда как главмастер делаешь игру, очень важно со своими мастерами именно вот эти вещи проговаривать. Потому что у очень многих мастеров, в особенности тех, которые опыт имеют маленький, у них почему-то возникает корона в момент организации и понимания, что он мастер. То есть он почему-то вот в момент, когда он понимает, что он мастер, у него почему-то моментальное ощущение, что ему все должны. То есть, нет, мы конечно не обслуживающий персонал, но вообще-то как бы правило улыбки встретить и так далее, оно обязательно. И главмастеры в первую очередь должны интересовать, с кем ты работаешь. Если главмастер взял себе вот такого хачешника, очень большая вероятность, что на эти игры больше не поедут. Это проблема, главмастер должен об этом знать. Если он не знает об этом... Ну, клёпко. Вот, знаешь, правило улыбки узкое, для кого мы делаем игру? Если мы делаем это для других людей? Ну, мы же не для себя только делаем. Ну, понятно, что нам нравится делать игру. Мы больше делаем это для других. А если других не будет, не будет своей игры. Так, значит, ты как главмастер должен этому игроку объяснить. У нас не принято. Ты должен обязательно ответить. Даже у меня каждый последний волонтер знает, что... И у нас очень много всяких волонтеров там, но у них условно как бы есть понимание, что спроси меня, а как ты не можешь отвернуться? У меня каждый последний волонтер, если к нему подходит игрок в виде, значит, команданов красного, он знает, что если проблему он решить не может, нужно игроку взять за ручку или показать направление. Вот там вот у нас штат, вот там сидит милая ларка, она тебе поможет. Он никогда в жизни... Нет, понятно, что люди людьми там по-разному бывают, но все равно люди четко знают, что им нужно отвести. То есть, типа, правило, нельзя бросать игроков, оно существует всегда. Потому что в противном случае ты как бы огребаешь еще больше. Ну, я согласна абсолютно с Глёхой. Тут ситуация следующая. Что вот мы обсуждаем конкретный кейс, так? Я опять вернусь к нашим баранам. Не ответили мне, не ответили другим лаграфам. С каким ощущением ты придешь на проект? Ну, какое ощущение, давай? Ну, знаешь, в данном случае мы подходим к проблеме гораздо более широкой. Проблема связана с чем? А игры — это услуга или игры — это наше хобби. И если это наше хобби, то, понимаешь, человек, который тебе вообще не друг, и который страшно далеко от тебя, в принципе, не обязан вообще реагировать, не обязан там принимать твою заявку и так далее. Это все на уровне дружно. Если же это услуга, то история совсем другая. И мы все, мы слишком привыкли к хорошему сервису. У нас тут маньяна нет, понимаешь? Поэтому мы и начинаем все время что-то требовать от людей. Ола, на играх 30+, это не работает, потому что мы с тобой можем не согласиться хотя бы с той позиции. Вот когда я приезжала на день рождения к Стару, я сказала про конфликт, который возник у меня после игры с одним из игроков. Это было после игры. То есть не на игре, а это было после игры в игровом чатике. Да благодарное время за конфликт. Ты, наверное, не читал эту всю ере, если оно тебе не надо. Затерегал? Да, да, да. Короче говоря, я это к чему? Что мне популярно объяснили московские девчата, что говорят, нет ни хрена, если ты взял с человека деньги, и человек уже может тебе предъявить по факту того, что ты взял за него деньги за что-то, и не предоставил ему это в желаемых объемах. Это их фантазия. Это их фантазия. Тем не менее, они сказали, что как мы уже победили, как тогда надо этим не упасть. Хорошо. Если ты портешь отношения с игроками до игры, это катастрофически влияет. Дело ведь не в деньгах. Я уже говорил то, что говорила раньше. Если ты взялся делать что-то, ты взял на себя определенные обязательства. Это, знаете, как дружба. На самом деле, тоже самое. Ты послал друзей на день рождения? Ты взялся сделать день рождения на кайфовян, что-то орган. Они взяли, а ничего не жил. Шашлыков нет. Делай, например, эти отношения. Делай. Это не серьезно. Это мастеров, на самом деле. Это же дело не в том, что это услуга. Даже если ты друзей взял за что-то делать, делай. И не сделать это будет просто корня отдача. Рассказать очень классно. Тут еще надо понимать, что есть в этой ситуации. Если вы просите от своих мастеров быть дружелюбными, условно говоря, если она максимально останавливаться и вникать в проблемы игрока, который к тебе пришел, нужно понимать, что у мастеров, кроме вот этого, есть еще вот там вот, поэтому девочка, которая отвечает, которая говорит, не трогайте меня. Скорее всего, в этот момент решает проблему с газельми, перенели, имеюсь усыпаться. Вот. И у мастеров происходит что? Выгорание. Они начинают падать. Чем больше мероприятий, тем быстрее они начинают падать. Это не только особенности, если у них не было опыта, работая над подобными мастерами. На тысячниках это очень регулярные ситуации. На черном плане, когда мы первый раз сделали, и нас еще больше сильно трогали, и сели, что это за девочкой, почему она решила, что нам делать большую игру, мы ее общими сами и так далее, но при этом для своих мастеров приехали. У нас было бы горание еще до этого, потому что нас обижали. Нас конкретно прессовали, обижали. То есть где-то был такой буллинг со стороны, как угромный буллинг? Где срач, по моему, раз в неделю выдал образ. Да, у нас постоянно буллинг, но на черном пламени, когда мы были... Знаете, это была история, когда, не знаю, в 10 классе приходят на репетий класс, и там, хочешь, не хочешь... Ты что, модный такой, да? Если это в морду сразу не дашь, реально в морду, то версия, что в следующие два года летят, они максимально в привычной действительности. Вот у нас было так же. Мы делали свои маленькие лампы, 150 человек, придумали свой собственный мир, у нас были друзья-друзья, и вообще, к кровевому движению, кому это не имеющее отношение. Слушай, Крек, по-моему, у тебя на последнем лампе было не 150, человек 300. На последнем лампе было 300, но мы читали его там с 80. И эти 300, это все там были друзья-друзей. То есть, в принципе, по ей памяти на тот момент хватало там, условно, 250 из них по именам стать. То есть, мы в США спокойно как бы дружили тогда. И тот подокинул, почему бы не сел, все это вырезали и получили просто ведро негатива. Да. Я даже сейчас подникату, про это можно еще час рассказывать. Вот как это было. Вот. Есть другое. На «Черном пламени» ко мне пришли фестивальщики пустых ромов, которые мне рассказывали очень много про разные организации. Потому что организациями отриятий, она так или иначе схожа. И они мне рассказали про фэншуйщик. Боже, как я люблю эту штуку. Я ее использую максимально теперь везде. Это очень сложно реализовать, как оказалось, но это очень рабочая схема. В «Яндексе» есть, по-моему, няничинная база. Большая корпорация. И если у тебя поломалась пуговица, тебе нужно сделать там, погладить рубашку, потому что тебе надо ехать на очень важную штуку. У тебя там испачкалась рубашка, а тебе нужно видеть что-то. Вот «Яндексе» есть нянички, которые занимаются тем, что они решают эти проблемы и задачи. Ты можешь обратиться вплоть до того, что сделай мне чай, и жрей меня там на погладной рубашке, и они тебе помогут. Вот. На фестивалях эта чай называется «Фудшуйщик». У них задача одна единственная – работать над выгоранием. Как они это делают? Делают они это следующим образом. Ну, мы все видели эту картину, когда на какой-то момент, очень недолгий, прибегает мастер на мастер, упадает куда можно и сидит вот так. И, в принципе, встать, дойти до кулера и сделать себе чаю, он в этот момент уже не может, потому что, хорошо, через три минуты надо встать и убежать дальше. И он уже, как бы, мягко говоря, уставший. И вот фудшуйщик – это такой человек, который, видя эту картину, в этот момент подходит, сует скопинку, сует чайочек, подсовывает шоколадку, подсовывает баночку полы. Вот. И, как бы, и тогда, там, типа, вы хотите поговорить об этом, слушает, трепетится с человеком, которому надо еще выгодаться. Ну, у него же игроки очень любят поговорить про то, как он подойдет. То есть она тоже очень любит договориться про то, как он пиздец творится, и вот им надо вот это делать. Обычно это как происходит в мастерской группе? Мастер приходит, говорит, все козлыки, мы на мастерке. Куда он это льет? В другого мастера. Этот начинает. Да, ну, у меня тоже… Короче, вот этот кул начинается. Ну, все. И, короче, мастера начинает, ну, сами об себя заряжаться. Сообщающиеся сосуды. Сообщающие сосуды и т.д. Вот в этот момент тоже. То есть нужно брать с собой одного-двух людей специально на мастерку, которые будут заниматься только Но тут начался прикол. Я на железный товар привезла Грэна. Ну, с мыслями, что Грэна, он такой пушистый, теплый, он должен, как бы, по идее быть хорошим кухонжущим. Второй человек тоже был экстравер. И что вы делали за ним? Что делал Грэна? Я вижу, ты устал. От тебя уколом. Давай поговорим, о чем ты устал. Грэна, я есть, хочу, отстань от меня. Нет, я вижу тебя плохо, давай поговорим. Грэна, отвали от меня, пожалуйста. Нет, я вижу, что тебе нужно помочь. Какая-то коммуникация, но не могу. Я могу. Ну, характер такой еще. Была вторая девушка, которая просто чай наливала. Ее любили. А вот в какой-то момент мы стираем, там еще больше перекрывались. А потом я взяла, и просто так совершенно случайно получилось. Я съездил на Калужскую группу, и познакомился с Паной по имени Актер. Какой стал с Актером-траверным? Абсолютно. Который очень хорошо разбирается в людях. Я говорю, Актер, приезжай. Ну, привет. Он заваривал тюганин. Мастер по экономике. Он просто такой, чай будешь? Он приходит, ставит горелочку, заваривает. Абин со всеми вот этими, это самое. Чем будет с ним? Мастер уже забыл о том, что вообще мы чаем решали. Актеры? Все это дело приносит чай. Андрей просто сидит, он в восторге. Актеры были в восторге все. Когда нужно прийти и объяснить человеку, что что-то надо сделать, он не резк не будет. Он приходил ко мне и говорит, Маша, вот этот мастер, ну, честно так, нормально. Я с этим сделать ничего не могу, но я думаю, что если ты в мастер подойдешь к ней и скажешь, что сейчас она идет спать, а ее кто-нибудь заметит, она с удовольствием подойдет спать, потому что она уже зима. Ну, это тебе очень меняет. Это тебе очень крупно повезет. Первый раз. Второй раз. У меня всегда вопрос. Так как я еще в некоторой степени занимаюсь бизнес-омучением, я могу сказать, а сколько вы заплатили этому прекрасному человеку, за то, что он вот этот всех каныхал и за то, что он ущеркивал тех, которому срочно нужно помочь. Я бы на 13-ти тысячи печеньки. Ну, 15-ти тысячи печеньки, это, конечно, не кто-то, но хотя бы что-то. Поэтому вам просто как бы нам заслужить. Нет, печеньки не можно было. Понятно? Да. У меня есть две большие сетки чартов. Это ролевые сетки. Да. Нет, именно сетки. Сетки, состоящие из десятков чартов, посвященных различным тематикам. Это ролевая и лидерская. Есть общий чартов лидера России. Да. Вот. Он попадает туда и туда. Но главное, к чему я это рассказываю. Дело в том, что лидеры очень активно начали привлекать к социологу. Проводить всякие уроки мужа, сколько-то уроки лидеров, сколько-то уроки лидеров. Фильграмотность. И так далее и тому подобное. Быстро выяснилось, что, грубо говоря, люди, не увлеченные именно этим, как будто подаватели, к примеру, и так далее, практически выгрубаются из этих активностей в течение пары месяцев. Естественно. Вот. Гляди. Мы остаемся в сообществе и продолжаем делать игры по двум причинам. Первая. Потому что это наше социальное окружение, и мы не готовы его терять. Тем более, что мы все старые и больные, и найти новое социальное окружение уже сложно. Я протестую. Я протестую. А вот. Ну, а это? Скажи, покажи. Ну, кто против, что старые и больные, против другого. Вот. Это первое. А вторая составляющая. Да, нам реально нравится делать игры. Но были бы мы сообществом рыбаков, нам реально нравилось бы ловить рыбу. Проблема в чем? Проблема не в том, что нам нравится делать игры, а вот этот огромный организационный пласт с сотнями мастеров и, по сути, создание морг-структуры временной проектной деятельности. Вот если... Потому что в свое время мы описали в терминах проектной деятельности создание... Это так и есть, да. Вот. Вот этот вот огромный пласт, там АХЧ, проблемы с деньгами, Фримен опять сломал душ, там, вы понимаете? Ну... Да. Не душ, так, ногу, да. Вот. Себе и другому. Да. Он никому из нас не нравится. Понимаешь? Вот сейчас, я вижу, я сразу набрасываю, чтобы все были недовольны. Вот. Да это он так делает постоянно. И здесь есть ключевой нюанс в том, что при всем том, мы продолжаем делать игры именно потому, что для нас это по итогу социальное поглаживание. Я уверен, что большинство мастеров испытывают чудовищное счастье, когда они сделали игру, и хоть один игрок подошел и сказал, ну, знаешь, не полное говно. Ты знаешь, я с тобой категорически не соглашусь, я объясню почему. То есть у меня есть контраргумент. Так как приключился 14-й год, 8,5 лет моей жизни были отданы, ну, фактически, на сохранение моей семьи. Когда я не то, что не делала игры, я банально была занята вопросами выживания, и мне было вообще не до того. То есть, ну, вот для тех, кто не знает, я сама из Украины, муж у меня из Белгорода. То есть вот это вот мэп, 8,5 лет, с рюкзаком, через две границы, тудой-сюдой, на выходных. Неделю работаю, на выходных, значит, седой, обратно тудой. Поэтому не было не то, что ударливых игр, мне было вообще не до чего. И никакого желания социального поглаживания у меня не было, потому что у меня были другие жизненные приоритеты. А вот когда у меня образовалось свободное время, такая лакуна свободного времени, когда я переехала сюда на ПНЖ, мне сразу стало любопытно, как себя реализовать. Ну, то есть в этом свободном времени, да? То есть я могу пойти и тудой-тудой-тудой, кружок по фото, вот это вот все. Ну, тут же ролевая тусовка, там, некоторых людей я даже знаю лично, как сложилось, да? И вот для них, да, было интересно сделать проект. Но он был интересен не с точки зрения, что меня за это погладят, а он был интересен с точки зрения построения какого-то мира, который ты себе уже в голове представил. То есть мотивация была совершенно другая. Ну, самореализация. Да, самореализация. Полом дофамин важно, а вот социальное поглаживание не обязательно. Не обязательно. Тебе вот хочется все свести, как бы это. Мне интересно, как у хлеба. Чем интересно, как у хлеба? Мы немножко сейчас пришли от нашей дискуссии, скажем так, и давайте все-таки вернемся к коммуникациям. Я все равно хочу добить этот кейс. Чемотанчик железный. Смотрите, то есть мы с вами пришли к тому, что все-таки, невзирая на то, что мастер не обязан в рамках того, что он не получает денег за свою работу, реагировать на то, что ему пришли. Он обязан в рамках на тексте социального контракта. Вот. Он обязан. Но у него неправильное слово «контракт». Он не обязан. Даже не так, наверное, адвокат. Мы, наверное, перефразируем так, чтобы это сначала, знаешь, более так вот лояльно, да? Мы скажем о том, что даже с точки зрения человеческих коммуникаций, обычных, повседневных, на нашем нитовом уровне. Не очень хорошо не отвечать длительное время человеку, который к тебе обратился с каким-то вопросом. Дело здесь не в деньгах. Дело здесь не в деньгах. Дело здесь в социальном этикете. Да, это просто в социальном этикете. То есть я вот пришла вчера на ролевую игру. Я прекрасно поиграла. Не вопрос. А осадочек, сука, остался. Понимаете? Вот. И вот в этой ситуации я считаю, что это не стоит дорого для конкретного мастера, который заявил проект. Сука, блядь. Напиши, сделай рассылку. Вот этот крупный стол, он возник потому, что мне не ответило два мастера после заявки на игры. Вот я вам рассказала, как это все состоит. Я не планировала. Долюбиллярную разу, можно сказать, о нем посыле. Я уже думал, что вообще эта игра, ее не будет для меня найти. Вот. Это где через месяц, через чем-то написать. Нет, но бывает очень разное, что лучше ты на это не отвечаешь. Понимаете как? Даже если мы не приходим к тому, что наши игроки, это не наши клиенты. Все равно сейчас мы живем в таком мире, который не может исключить каких-то элементов деловой коммуникации, которые мы привлекаем, вольно или невольно, в свою обычную жизнь. То есть это, подожди секунду, это обычная практика, да? То есть, если тебе звонит близкий родственник, близкий там, мама, папа, жена, что бы ни случилось, ты можешь сбросить звонок, написать, сказать, все в порядке, я перезвоню. А то ты заявил мероприятие. То есть, вы договорились заранее о том, что люди придут на это мероприятие и будут принимать в нем участие. Но ты же, как мастер, заинтересован в том, чтобы они пришли. Так что мешать, даже при вот такой занятости, ну, поверьте, я понимаю, что такое, вот такая занятость. Если такая занятость, мне кажется, вообще-то ему не надо. Ну конечно, да. Вот я неоднократно сталкивался с ситуациями, но опять-таки, я ее никаких не называю. У нас же там запись. Когда ты не говорила, я не говорила, я не говорила, я не говорила, Не говорила, что это рус. Я не говорила, смотри, я социально, как сказать, самым социально вежливый человек. Так вот. Я сам родительная русалка, да? Нет, суть очень простая, когда человек там что-то проявил, ну, как бы у нас, мастер. Вот Клёпа сегодня прекрасным адвокатом был. Она там мне рассказала историю про женщину социофоба, хишечницу. Она говорит, да, ты подожди, адвокат, он сказал, а она мне, а между словом. Ну ей там, наверное, три газеты не ехала. Не факт. Но она уже придумала объяснение того, что она очень наглась. Потому что это ее команда. я не знаю, я не знаю, если она так везет, тогда еще больше вопросов главмастеру, вы говорите, надо вот это вот чмо, извините. Я не разрешила ничего не решила. Я несколько раз сталкивалась в ситуации, когда мастер делает какие-то вещи, я думаю, Вася понимает, о чем я сейчас говорю, потому что мы с ним сталкивались в ситуации, ну просто куда-то у него происходит, а потом человек говорит, ну извини, я много работал. очень много работал. Я приехал на него прямо с работы, ну поэтому у меня так вышло, ну прости меня, ну если ты не вывозишь, нужно четко и ясно понимать, ты не вывозишь, и не бери на себя эту ответственность. Нет, не так. Это, блин, мне очень, знаете, вот это очень классно такое. Я главмастер, да? Ну, У меня мастер пахнет еще говно, ну извините, так слушался, это еще проблема. Мастера пахнет еще игрока или двояшка? Да. Я приводил пример, я не упал парень, и говорил, что обработал тебе устам. Вот. А вечер была вот как раз в таких вещах, когда ты приходишь в чеку, человек ошибается, из-за этого происходит как бурдан. Вот. Но вместо того, чтобы там сказать там, я не знаю, что сказать, за два раза можно. Ну извиниться можно. Объяснить ситуацию. Человек подходит с таким наездом, ну я понимаю, тебе не понравилось, ну ты понимаешь, я тут выгорит. Вот. Потому что у меня там было 8 дней работы, я приехал, говорю, «А я не приехал с работы играть домашнего игрока». «А пока, смотри пуп фэншушь». Вот в том случае, когда он очень нужен, это будет особо. Коллеги, на самом деле, у меня даже еще не один кейс, железный чемоданчик, а два. Значит, я сейчас задам вопрос, на который хотела бы получить ответ от вас, так как вы паритесь вот именно в здешнем роликовом сообществе дольше, чем я, но много. И мне любопытно, как вы решаете эту проблему. Это на самом деле тоже проблема напрямую связана с коммуникацией. Вот смотрите, ситуация, мы хотим сделать игру. Все хорошо, зашибись, идея есть, есть сюжетники, которые готовы разрабатывать сюжет. Сука, бля, нет ахачешника, его невозможно найти. Нет нормальных игротехов, их невозможно найти, потому что специфика региона. И об этом фактически разбивается желание сделать адекватный проект. Почему? Потому что невозможно все впихнуть невпихуемое, необъятное, и все сожрать в одно рыло. То есть я попыталась, у меня не получилось. Почему? Потому что по факту мы делали проект, вот в прошлом году изумрудку, мы делали в твоем и с моим коллегой, еще у нас девочка была, которая отвечала за антураж. У нас нет, это не 30 человек было. Не-не-не-не, там порядка 80 человек было в целом на игре, но вопрос в том, что мы хотели заткнуть дырку игротехами, но найти адекватных игротехов, реально это дырка, это те костерики, которых нам не хватало, как разработчикам игры. Мы планировали заткнуть дырку игротехами, у нас ни хера это не получилось, по той простой причине, что просто невозможно привлечь людей. То есть какие бы ты им золотые горы не обещал, оплату, тра-та-та, тра-та-та, люди не хотят брать на себя ответственность. Я, ну, честно говоря, от этого охерела, и у меня вот в моей картине мира остался изложенный на этот пазл. А что, собственно говоря, происходит? Почему так? Почему невозможно набрать адекватных людей под какой-то конкретный проект? И сейчас эта проблема стоит очень остро, потому что мы запланировали еще один проект в 25-м году, то есть мы с осенью хотим его уже писать, но я понимаю, что мы упираемся в ту же самую проблему. Я не знаю, как выстроить коммуникации, вот я говорю, как есть. Я не знаю, как выстроить коммуникации с людьми, которые потенциально готовы нам помогать. Ты легко делал семинар про то, как организовать мастерскую группу, и чтобы они друг друга не поубивали? Нет, нет, это уже когда у тебя есть тысяча людей. Нет, ну, сначала она их где-то привлекла, так что я бы начинал с нее. Вот, а ну, я очень внимательно, я бы очень внимательно заставил семинар. Слово предоставляете мне? Спикер Клёпа. Х. Харизма. Ц.Ц.Ю. В восьмской группе должен быть человек, который обладает харизмой. Харизма информатора, адвокат, пожалуйста, мне вот очень нужно вот эту штуку, я точно знаю, что тебе будет интересно. Если найду то, что мне интересно, там все в космосе. Пожалуйста, два дня всего, вот нам надо вот эту штуку, я знаю, что у тебя был запрос вот это решить, пожалуйста. Этой харизмы не обязательно должен обладать блокмастер. Этой харизмы должен обладать любой мастер в мастерской группе с полномочиями решать какие-то задачи. А люди подписываются, я сейчас очень грустно скажу, там могут быть другие, но в основном люди подписываются под проект, по трех причин. Первое. Любовь, сексуальность, мне нравится мальчик, мне нравится девочка. Короче, в нашем случае нашего возраста уже меньше работают, и молодежи работают про процентов на 80. Да, печаль подписывается, если у вас нравится девочка, или там девочке нравится мальчик, она хочет поближе познакомиться. Не обязательно, чтобы это тот самый человек, который в тех харизмой занимался, но если он условно знает, что девочке А нравится мальчик Б, она приходит и говорит, у нас мальчик Б работает. Он занимается мелкой манипуляцией. Да. Это манипуляция. Ну, это называется бизнес-коммуникация. А, вот. Ну, так это так и есть, ё-моё. Второй пункт. Как тебе бланк доказать, что ты реально хороший отучешник, и ты сам собой качал проект на 1000 человек? А вот это манипуляция. Ты знаешь? Я тебе скажу то. Да, манипуляция. Ты там откуда-то в том случае, когда тебе есть, из кого выбирать. Вот скажи, пожалуйста, сейчас. Запись идёт, кстати. Да нет. А Клёв уже пользуется людьми. Вы слышали? Да. Ну, так все мы пользуемся людьми. Ты молодец. Молодобря. Ты хорошо имя пользуешься. Умеешь. Ну, я сейчас вообще другие картины представлю. Третий пункт. Ухвальба, как правильно сказал. Ухвальба. Людям очень хочется поглаживать, людям очень хочется, чтобы они услышали, что они нужны, полезны и так далее. И тут нету, на самом деле, никакого броньянка, потому что, когда тебе реально нужен специалист, ты знаешь, что человек может соединиться, а честно прийти ему сказать, что ты классный, и я хочу, чтобы ты мне помогал, по словам классный, я имею в виду профессионал. И я поняла. Вот, профессионалы. Это важно. У меня такие классные. Будь твоим обучающим. Забы на левую. Забы на левую. Сколько людей я таким образом привлекла на проекты. И я поиспользует людей. Но тут важно. У меня с Санкт-Петербургом проблема, потому что на самом деле найти адекватного рукасника мужиков, которые готовы в это вписаться, ну, по-честному, у этих адекватных указных мужиков их на это очень сложно привлечь, потому что там обычно вокруг адекватных указных мужиков вот такой ролик девочек, там надо чем-то привлечь. Ну, тяжело просто. Просто тяжело. Потому что это мальчик очень молодой, который бесполезен. Примасштабы, естественно. А если мальчик толковый, он очень слушает. Вот. Это про хэ-хэ-хэ. Теперь про то, как видно быть. Типа, значит, заявка была такая, что людей в регионе нету, а те, что есть, как бы окривляются, они хотят вот это всё. Забы на жерном пламени на тысячу человек. Фестивальщики делали 30% работы, в том числе уровень 10% региональных сроков. Фестивальщики, которые берут жизнь в видеоролевой группы. Знаете, кто лучший был региональным мастеральным? И поверьте, фестивальщик. Человек, имеющий организаторский талант, организатор вечеринок и вентин, организатор фестивалей, организатор бизнеса, организатор чего угодно, со свободным временем, которому прикольно смотреться во что-нибудь, является гораздо лучшим мастером, чем среднестатистический Эль Фридрик. Согласно. Вот. Потому что он уже знает, как эти проекты можно организовать, и когда. Историю. Им обычно интересно, очень. Им очень интересно, если им правильно это показать. то есть для них это новый опыт, который они с удовольствием могут принять. Да. В случае игротерных, когда запросто могут быть актеры, и даже без зарплаты, потому что, ну потому что интересно, типа это вызов. Вот. В случае акучащиков, организаторов, скорее всего, все равно длины. Ну то есть, вы можете предвестили вот на этих толковых человек, надеть ему, там надо зарплату забывать, да, ну для нас уже всех последние несколько лет уже давно стало понятно, что акучащиков надо на эту тупую стопейчку не хватает, потому что, в отличие от соборчествующих мастеров, а акучащик это просто вкалывается. Да. Не получаем. Никаким раком. Можно сейчас я перегну, потому что к меня вызвали срочно, но мне просто хотелось сказать, когда ты начинаешь, что у нас нет мотивированных мастеров, у меня такие флэшбэки с конференцией по кадрам, вот. Ты а вот знаешь, прям вот вьетнам просто вот в полный рост вырос прямо передо мной. Так, я тебе хочу сказать, что это так и есть. У нас Тим, ну ты Тим знаешь сверху, она сказала такой правкой, твою мать, у нас есть в Белгороде 10 мастеров, которые умеют делать игры, но при этом никто нехерами хочет списываться за это дело, потому что все уже имеют опыт мастерения, все сука понимают, к чему это ведет, это ведет к выгоранию, усталость, что у тебя фактически вторая работа и ты ее выполняешь бесплатно, да, ты открываешь время от своей семьи, от своих увлечений, но не факт, что ты получишь вот такие, я вам, я блядь, прости господи, социальное поглаживание, и что ты получишь вообще какое-то удовольствие от завершения проекта. то есть, ты можешь вы так, ну, скажем, перекрестеть, слава богу, я закончился, вот на них встретились, да, а вот и они, спасибо вам огромное, и прости, клёп, ушел в премвал, давай, показался, сказал Олаф, в какую-то дыру, да, с какими-то кролями, да, вот, то есть, вот такая вот ситуация, ну, на самом деле, я хочу сказать, что в любом случае, я считаю, что даже то, что мне, сука, я ответила два мастера, это был очень полезный опыт Ян Багадана, потому что, если бы не этот опыт, то мы бы сегодня здесь не собрались, как это ни странно звучит, то есть, мой подход к миру вот такой, я считаю, что даже из каждого дерьма, которое с тобой случается, можно извлечь, какую-то практическую пользу, и дальше вот это вот, все переварить, и идти по жизни, уже с пониманием, чего тебе делать дальше, с этой ситуацией. Мы на любой канал приезжаем, я когда еду туда, я себя перемалываю, потому что, я понимаю, сейчас будет снобизм, сейчас будет вот это вот говно, а там с шутками, шутками, прям тяжело. А зачем? А потому что у меня надо игры присутствовать. А, то есть, ты выстраиваешь себе сразу щит, для того, чтобы об него вот эти все капахи, у меня все говорят, чтоб легко пользоваться людьми. А вот я, ну вот так и приезжаю, так правильно ты все делаешь. Ну, на самом деле я, извиняюсь, и я каждый год, я еще в рубрику. А почему идти? Потому что, мне три раза написали, потому что, я сюда приезжаю, люди улыбаются, потому что, у меня сразу же, у меня нету желания заболеть, там, перед конвентом не поехать, и так далее. Я просто знаю, и в любом случае, что у меня есть какой-то птич. Вопросы, мне кажется, вот эти люди, они делают по-честному. Дело все в том, что, во-первых, я знаю, что они работают на износ, как правило, они это делают исключительно фуфан, ну, как мы все, да, делаем игры, мы с этого ни хрена не имеем, кроме, господи, геморроя социальных поглаживаний. Вот, а вот, в-третьих, ну, Скавр и его команда, они относятся к категории людей, как правильно сказали здесь коллеги, что раз уж ты подписался, то будь бог. Вот, то есть в прошлом году мы знаем, что не было рубрикона, только по той причине, что про то все окружающие базы были заняты беженцами. То есть не было возможности, не было площадки, на которой можно было это организовать. Вот, это очень много. Скавр – хороший образователь. Да, он молодец, он умеет построить людей. Но, есть еще один железный чемоданчик, как водится. То есть, сейчас я выяснила для себя, да, там, каждый из нас выпустил в некоторой степени пар. Мы переопылились общими знаниями, да, там, поделились проблемами. И сейчас, наверно, там, вишенка на торте, кейс. На самом деле, кейсов их охренительно много, как всегда, как любого мастера, который делает игры. Но это то, что не пригорает, да. Вот, я хочу понять, что с этим делать. Я не нашла для себя однозначного ответа на эти вопросы. Соответственно, я собрала вас здесь, для того, чтобы вы помогли мне, возможно, своим опытом, своими знаниями, решить этот вопрос. У меня, в первые в жизни, в моем нежном возрасте, приключился опыт газлайтинга со стороны игроков. Вот, и прямословичек. То есть, у меня никогда этого не было. А можно, например, делать? Да. Газлайтинг, это когда тебе говорят, что ты, сволочь, ты вот делал то-то, то-то, а ты прекрасно понимаешь, что нет, ни хера мне этого не делать. газлайтинг, это другое. Газлайтинг, это формирование у тебя, впечатления, это может быть и позитивное впечатление. Нет, ну, как правило, газлайтинг, это манипулятивная штука. Манипулятивная штука, но на самом деле, простым языком, это выглядит так, что тебя обвинили в том, что ты не делал, и создали ситуацию таким образом, чтобы ты в него поверил. Вот это, наверное, ключевой момент. Можно сказать, например, например? Значит, у нас на игре, по нашей задумке с коллегой, был театр. Кстати, вот эти зайцы, которые ехали, это театр, который был у нас на изумлитке. Я думаю, это не показалось. Нет. Значит, люди из театра, они были из разных городов, там, Горск, Воронеж, замечательные ребята, как бы, все по отдельности, вообще, а он, он барахет. Происходит следующее. Значит, они заезжают на полигон, и одна из девушек, ну, с ней приключается беда, у нее птица вызвала дикий приступ мигрени, и она провалялась фактически всю игру в палатке. То есть, она, естественно, уже ничего кроме лекарств не пила, но ей было очень хреново. Вот. И, значит, они, конечно, этим были все фрустрированы, мягко говоря. У нее была не ключевая роль, а они должны были сделать спектакль. То есть, был запланирован на первый вечер игры мини-спектакль театра, который гастролировал из розовой страны безумрудный город, и, значит, они должны были давать представление. Звучит со стороны отлично просто. И так они из розовой страны едут в безумрудный город. Да. И одна стала перепелкой. Да, да. И одна попала птица перепелкой. Обычная девушка. Значит, развиваю эту тему. Значит, мой коллега очень и не занимался. Он с ними коммуницировал. То есть, он с ними договаривался о том, что они будут делать. То есть, он чуть ли не пьесу для них написал. Хотя, изначально мы предполагали, что они это сделают самостоятельно. То есть, мы им вкинули часть информации. Ребят, хотите? Хотим. Ну, в моей картине мира так. Если ты общаешься с мастером, и тебе задают какую-то тематику определенную, ты уже, исходя из этой тематики, ищешь какие-то источники, и на основании их готовишься. А здесь была такая позиция. Ну да, мы хотим. Ну, что мы хотим? Ну, мы нихера не знаем. Да, театр это прикольно. То есть, это выглядело так. Он с ними там носился, он их тетешка уколыхал. То есть, он им сделал этот спектакль, по сути. Он им написал, что они должны делать. А они выступали, ну, там был очень прикольный концепт с ними связан. И они были в костюмах как комедитэн арте. То есть, они очень сильно выбивались из общего фона. Они, как бы, пришельцы человеческого мира, ну, вот, сюда. Не буду рассказывать, не буду раскрывать все карты, потому что мы планируем, не взирая на арты, мы планируем продолжить. Итак, значит, что произошло? Заболела девушка. Соответственно, в первый вечер игры случился дождь. Этот пиздец он случается иногда, к сожалению. И они не показали спектакль. Но, на следующий день, у нас были запланированы цветочные игры в розовой стране. И они уже рассказали, что мы выступим там. Песня. Хорошо. Ну, учитывая, что длительность спектакля предполагалась минут 10-15, окей. Никого это не напрягало. Ну, я, как человек переживательный, и спрашивала. А случилось так, что, значит, у меня один из мастеров, мастера вертвяка, встречался с девушкой из этого театра. Во жизни. И она периодически приходила к нему, там они что-то общались, окей, нормально, все хорошо. И, ну, я видя ее, она была одета коломбиной. Я видя ее, спрашивала, слушай, я говорю, что там, как? Вы что-то планируете вообще? Ну, как бы, как там состояние души? Ну, вот, мы не знаем. Я говорю, ну, хорошо, смотрите, то есть, вот, есть такой-то, такой-то вариант. Окей. после игры мне эта дама выкатывает, что я трижды выгоняла ее из манигона. Под предлогом чего? Что, какого хрена? Вы сюда приехали вообще? Зачем? Вы не хотите показывать спектакль? и то, то есть, я была, ну, мягко говоря, шокирована, потому что я прекрасно понимаю, что, при отношении моего саммастера к этой локации, подобных вещей я себе позволить не могла. Да, я тоже отношусь к категории людей, которые умеют смотреть матом. Но при этом, я знаю прекрасно на игре, что я вызвездила только одного чувачка, который пришел в 6 утра в другой лагерь с ножичком. То есть, мне люди пришли и сказали, что вот так и вот так. Я его пригласила и натянула по самое не улыбайся. Сказала, что, я сказала раз, если я услышу что-то корябое, ты поедешь сразу без возвращения от сноса, без всего, не обижайся. Ну, потому что так люди не делают. Короче, ну, он был взрядно пьян, понятное дело. Короче, значит, проходит игра. На игре мне никто ничего не предъявлял. А чему особое вертвание купает после игры? Сейчас я скажу. Значит, он сказал, очень обтекаемо. Причем, они пристепились за момент. Мой коллега, он играл Момби. Кто знает цикл Страна Россия, тот знает, что это такая старушка, которая бегала по всей волшебной стране и искала себе ножом по приключениям и тылила кому-то. Все, что плохо лежало. Кого-то она напоминает. Да, 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 да. Вот. Значит, он шел по полю, мы шли с кабака и записывали видео, значит, он показывал эту старушку, ну, там буквально несколько минут я записала видео, и я пошла во мастерятню, а он пошел, он гусил по всему полигону, по всем локациям, значит, был как играющий мастер, но он на самом деле ходил и внимательно наблюдал, что вообще происходит. И вдруг мне говорят, что вот после этого момента, якобы, я встретилась с ними и наехала на Афигану. И мастер мертвяка, он так вот очень расплывчато сказал, говорит, ну, ты сказала, что если они не выступят, если они не выступят, то они могут уезжать с полигона. А я вообще не сторонник изгнания кого-то ни было с полигона. То есть для меня это, ну, совершенно крайний случай, который случается, если там реально какой-то хорс-мажор, как я говорила в дуне, да, что человек пришел в другую локацию, утром пьяный с ножичкой. То есть в этой ситуации, да, во всех остальных ситуациях, ну, я предпочитаю говорить словами через рот. И когда мне выкатили, что я выгоняла человека вместе с театром, при этом с их стороны вот только от нее был этот негатив, я, честно говоря, растерялась. Ну, в моей практике это было впервые. Да, можно погавкаться с игроками после игры по каким-то там конкретным вопросам, если они аргументированно говорят о своей позиции. Но когда на тебя вываливают вот это вот все прекрасное, вот я затруднил. То есть я, естественно, извинилась. Но была такая фраза, которая меня вообще убила. Ну да, конечно. Если ты ничего не помнишь, то это не значит, что этого не было. И вот у меня это, ну... Неизвестный. А? Неизвестный. Вот. Вот. Да, говорите. Не-не-не. А, я прошу прощения. Я мать-кукушка. У меня уже часто ребенок смотрит мультики на первом этаже. Да. Вот. Я очень переживаю. У человека три года. Мандар, я читаю твою стену. У тебя отличный человек. Игода. Чудесный. Вот. Вот. Оставь. Да. Во-первых. Это вообще Бог. Ну, Сережа. Он не контролирует. Он дуалит. Ну, я сам занимаюсь? Он не может это кого-то раньше. То есть, вот как альтернативу мой, не может это делать. Засисти. Это вообще Бог. Да. Я бы сделала так. Если в вас на своей группе есть вопросы, я вважаю вам с этой группой. Второе. И третье. Оставало, выговорит. Сегодня в случае появления Педагога в полеоне. Ну, в чём послезать, вы не будете смотреть. Ну, я же знаю, что они не поедут. И я вне поддержки, я вас. Возвращаясь в контакте, я вас. Влетает. Спасибо большое. И так. То есть, я бы хотелось приобретать. Да. Спасибо огромное. Спасибо огромное. А мы все приедем. Да. Да. У меня все приедем. Да. Мы от Маши услышали ее вариант. Я хотела бы услышать, что бы вы делали в этой ситуации. Я согласна своей позиции. Я считаю, что, во-первых, мне неловко в этой ситуации набираться, и я там не был. Вот, это правило. Я так скажу, потому что я совершенно четко знаю, я за собой знаю, что, когда я замотан, у меня есть определенные состояния, я очень рациональный, я очень сухолец, такой сухой. У меня всегда очень логично услышать. Но когда я устаю, я начинаю видеть знаки. Ремарка, я была не усталшая, я была не голодная, я была вызвавшаяся, то есть я контролировала себя. Это неведенное состояние новости. Ты знаешь, у меня большой жизненный опыт, я просто знаю, как себя вести в этой ситуации. Я думаю, что в такой ситуации я, правда, могу не помнить, что я сказал. С учетом того, что я делаю какие-то погрешности, я понимаю, что другой человек, и он в случае воспринимать мне не так. Не то, что я сказал, а то, что он услышал. Я в этой ситуации не думаю, что ты какой-то такой слайдинг. Но то, что ты к этому относишься, да, оно понятно. А мне кажется, что это не газлай. Да, абсолютно не газлай. Давайте я про термины не буду. Вот я тоже. Приходите за... вообще, приходите за... Что касается этой ситуации, можно я скажу? Да, конечно. Ситуация такая. Я вот уже говорил сегодня здесь про то, что мастер, если берет на себя обязательства, он должен их выполнять. Но эта штука работает обе стороны. Да. И игрок тоже, факт, принимая участие в игре, берет на себя определенные обязательства. И у нас тут Полов сидел, да, и он как бы очень правильно поднимал вопрос. Это хобби или какая-то деловая ситуация? Это хобби, конечно. Но в этом хобби все равно есть понятие, как говорится, этикета, да, простого человеческого, да, этикета между людьми, да. То есть, если ты взялся что-то делать, делай. Просто отыграть с другими игроками какие-то сюжетные линии, да, как бы, да. Пойми, братан, как бы, да, то есть, да, это теперь, как бы, от тебя зависит игра других людей в том числе, да. Их хорошее настроение, их, как бы, да, проведенное какое-то время и так далее. То есть, ну, пусть с ними вежлив, да, корректен и сделай то, что ты взялся делать вот так. Я целиком полностью согласна. Я вот записала это, как было. И я хочу сказать, что, наверное, я для себя задобавила, я хочу уже завершать. У нас тут немного. Если у вас есть что сказать, я с удовольствием... Да, говори, Сережа. Тетёшка, что такое? Тетёшка? Тетёшка, это вообще старинная выражительная. Ну, так, нянчить, нянчить, вот, как, любить, там, пить песенки, там, пить... Курёныч. Я только послухую. Курёныч, я не слышала. Тетёшка, это на курёныч. Чего? Знаешь, да-да-да, я слышала. Я хочу добавить вот к этому тезис. Да, конечно. Мы приводим здесь к тому, что нам хотелось бы от всех участников процесса эмоциональной зрелости, взрослых. И при этом мы говорим про игры. Вот это самое крутое. Идеальный сценарий, да. Идеальный некий свирический конь в вакууме, к которому мы стремимся. Ну, относительно тебя и твоей ситуации, да, если ты находишься в коммуникации, где кто-то выводит тебя, да, из равновесия, приводит тебя в какую-то точку, где тебе некомфортно, не стабильно, хочется извиняться, чёрт подери. Как будто бы это про тебя тоже, да, нужно себе найти опору, разделить с теми в безопасном пространстве, где ты можешь это вынести, ну и позаботиться о себе в первую очередь. Ах, ну всё. Хочется, чтобы все участники процесса приходили к нему эмоциональной зрелости. Нет, заметьте, заметьте, мы говорим про эмоциональную зрелость, но речь идёт о играх. Слушай, моя задача периодически выбрасывать вам провокационную зрелость. В то же время надо понимать, что люди иногда говорят всякие неадекватные вещи, нужно как бы с пониманием, если ответим к этому. Ну, если они начинают на них наставить. Если ты обязался делать мероприятие, будь готов, что у тебя будет какое-то количество волонтерий. Истерик случайно. Это правда. Но есть золотое правило, как обломать манипулятора. Это нужно говорить о том, как ты говоришь. Слушай, ну вот мы говорили про газлайтинг. Мы с Игорем вспомнили. Не так давно была какая-то ситуация, когда нас реально обвинили в газлайтинге. Знаешь, по какому поводу? Ну, просто тем, что мы делаем игру. То есть, а люди на неё не едут. Ну, это была такая просто ситуация, когда... Я слова не буду. В одну очень подливую тему, когда началась свода и всё такое. Типа, а мы делали игру в мае этого года и так далее. И нам люди сказали, а мы не поедем, потому что всё плохо в мире. Как бы... Всем скорбит, да? Ну, хорошо. Они такие, а вы что, делаете игру? Вы этим колесцениваете наше решение? Не ехать на неё. Вы не делаете. Тем, что вы делаете игру... Какая привязь! Тем, что вы делаете игру, вы нас разладите. Серьёзно, было такое обвинение, да? Как бы, да, вы... Ооо, я не буду просто продолжать свой бизнес, который меня вывесил ещё. Я хочу делать бизнес, и я должен спросить у всех окружающих, а могу ли я заняться? Озолачиваться! 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 Когда моя подруга, которая в ролевом движении, Дженни, собственно, не участвовала, ну, когда я ей рассказал, что у нас люди сливаются по такой-то причине, про розлайтик я ей не расскажу. Я не знаю, люди с этого... Молчал! Я же ещё не знал, что это снимается. Она правда со мной. Мы будем в корресе сперва. Так вот, собственно, она сказала, как будто так она... Ну, это очень безумно с личным человеком, психологами на месте. Она такая вот, говорит, а когда ещё делать его? Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, это вот сейчас... Не время, да? А сейчас, может быть, как раз единственное, что вы можете нормальное сделать. Я тебе больше скажу... И в этом есть, ну... Да, в этом есть секс. А в этом есть какая-то справедливая... Я просто, ну, рассказываю кейсы о своей реальной жизни. То есть мы все пережили, слава богу, благополучно, я надеюсь, 20-й год, да? Ковидный человек, красоту неземную. И если я ездила в офис раньше, я работала с людьми лично, да? Я проводила какие-то мероприятия, тренинги, там, мастер-классы, так-так-так, вот это вот всё. И тут вдруг все плотно засели дома, у всех посыпался показатель по продажам, а я менеджер по развитию. То есть мне нужно их двигать для того, чтобы они двигались. И я сидела, наверное, полмесяца. У меня был ступор, ну, естественно, там, формат стресса. А что мне делать там? С этой всей красотой. Ну, и я придумала. Я стала делать вебинары тематические. То есть я их готовила, я упадывалась в это, я искала материалы, я это всё красиво презентовала, я там проводила марафоны, так-так-так, вот это всё. И я поняла, что моим партнерам, с которыми я работала, им было очень важно чувствовать себя неброшенными, да, в такой тяжелый момент для них, когда бизнес закинался, когда вообще никто не понимал, что будет дальше. Активность должна продолжаться. Продолжаться. Это же состояние было в феврале 22 года, ну, понятно. Потому что любая активность – это ритуал. Это ритуал. И если ты пытаешься сохранить какую-то здравость, да, то ты всё равно должен продолжать что-то делать. Потому что если ты сел, сложил руки и ждёшь, что, ну, ещё какой-то чёрный верить прилетит, может быть, когда-нибудь, да. Ну, я буду сидеть, я тут тобой поклеил интернет, провёл в этой дыре, да, как-то я переживу. Ну, кто-то так и сделал. Да, кто-то так и сделал. У меня не дара. Да, конечно, не употребляю. А очень. Убранная норка. Да, хобичья, да. Ну, я верю, что у меня хобичья норка повышенной комфортности. Вот. Я это к чему? Что на самом деле я тоже разделяю ваши возмущения по поводу того, чего вы делать не должны. Да мы не то, что уже возмущаемся, мы это возмущаемся. Ну, нет, нет, я имею в виду, что вы всё равно транслируете ваши эмоции, которые вы испытывали тогда. То есть, вы мало того, что охуели, да, вы ещё не понимали, почему люди так отреагировали на, в общем-то, ваш позитивный призыв каким-то образом отвлечься от текущей ситуации. Да даже не отвлечься, просто давайте проведём игру. Я не говорю о том, что вы о ситуации должны забывать. Ни в коем случае вы не должны отвлечься. Пойдет, я не говорю, что вы декларировали, что давайте отвлечёмся. Ну, как бы, оно имеет в виду вот это. Потому что любая ролевая игра, это из копейзм куда-то в другое измерение. Да, в другой мир, в другое время. То есть, почему мы играем в игры? Потому что нам некомфортно что-то в нашем окружающем мире. Ну, я тут не согласен. Нет, в погоде я не согласен. Ну, то есть, нет, ну, у нас про другое я был круглый столк. Я на самом деле не про это куча всего этой, рассказывание истории как таковой. И когда я играю, когда я мастерил. Прелести блин, например, к честному, что тебе может быть чудовищные, кошмарные проблемы в игре, которые похлеще, чем твоей жизни. Ну, чудовищные. Которая без тебя точно закончится. Но при этом прелести к тому, что вот в жизни ты не знаешь, когда это закончится. Оно может тянуться годами. А во время у тебя очень четко и известно, что во вторник, в середине дня, ты снимешь шляпы, развяжешь этот галстук, снимешь этот бейджик, пойдешь на закрытие. И на самом деле, вот эти чудесные дуги, которые твои друзья, это у меня было сложно порой. А они что, твои друзья? Кстати, ты правильно все говоришь. На самом деле, дунгли. Это круто! Нет, про договор у нас совершенно обычной реальности, да? Да, не надо убивать. Просто я это произведено, что убежали. Просто такой типо такой, вот сейчас я занимаюсь третьим, но нужно сейчас выдохнуть, отвлечься и позаниматься другим. Это может быть полная херня, да? Как бы ты правильно сказал? Да, да, херни больше надо. Ты потом раз такой типо такой? Да, вообще все. Я задам вопрос, который является, по сути, ответом. Что есть перезагрузка для себя? Это значит, ну, просто поживите в чем-то другом. А это не эскапизм? Нет. Как нет? Это не бегство. Это не бегство, нет. Это не бегство. Это бегство немножко другой глубины. Вот. Это бегство немножко другой глубины. То есть есть глубокий эскапизм, да? Он шел там в тайгу на десять лет и живет вдалеке от людей, да? Это тоже не эскапизм. Ну как? Да, давайте про терминать не будем. Углянем. Можно я? Я всерьез не прощу в социальный институт справедливость. Расслабь был. Иди ко мне, мой приятный. Я прошел. Дело в том, что многие... Ну как, почему мы играем в любые игры? Любые игры — это тренажер социального... Ценологического. Ценологического. Да. Потому что мы можем оказаться тем, когда нет. Да. И в этой связи социальные игры, возможно, они воспитывают саму тусовку, в том смысле, что они дают альтернативу. Да. Мы можем поставить там... Ну, Сережа... Играничный человек, он не верит последовательству в говна. Или наоборот. Или наоборот. Да. И в этой связи... Ты можешь рулю проекать. Ерсанат безопасен, да? Да. Относительно. Относительно. Это не повлияет на твою реальную жизнь. Ну, был я один раз в последнем гандоне. Игрей. Лицо мне так и ненавидно. Хотя... Я был на границе. Хотя я был хотя бы готов, да? Я был еще быстр тогда, да ладно? Вот. Сережа тренер. Поэтому, мне кажется, что вот эта вот ситуация... Вопросы, они все сводятся к одному. Это социальное взаимодействие и привыкли какой-то вот... Этикет, как это сказать? Неписанные правила. Ну, нет. Только правила. Сколько представления о том, как должно быть. То есть, если ты понимаешь, что ты хочешь чувствовать себя безопасность... Тогда мы переходим к тому, что, в принципе, вот сейчас по итогам нашего клюлого стола у меня родилась такая мысль, Скажите, я не хочу озвучить, а вы скажете таки да или таки нет. Ну, Олаф сказал про прекрасную методичку варку ОК. Но мы не будем публиковать в начале каждого проекта игрового, да? Эту методичку с целью рассказать игрокам, как их себя вести. То есть, у нас должны быть какие-то ключевые правила по коммуникации для каждой игры, которые оговаривают вот эти ситуации конфликтные, то есть, возможные конфликты, как мы их будем решать. Ситуации там, когда игрок что-то запрашивает, мастер не готов ему ответить, да? И какой-то еще другой вариант конфликта, который может возникнуть в процессе создания этого проекта. Вот скажите мне, пожалуйста, это так? Ну, что надо до игры прописать, краткий экскурс дать пару минут. Нет, но мы же даем там красные флаги. Вот красные флаги, они не о коммуникации, они о другом. Смотрите, я сейчас секундно скажу. Есть совершенно дурацкий пример. Вот это огораживание, а у меня это не белые ромбы. Да-да-да-да. Да-да-да. С одной стороны, да. С другой стороны, огораживание белые ромбы, они для чего? Во многом иногда есть большие дурья. Это во многом, но в основном. Нет, но на самом деле, сама-то идея изначально этих дурацких белых ромбол была вроде как хорошая. А то, что ее превратили, это не очень хорошо. Это другой вопрос. Мы будем касаться, и скажем так. Ну смотри, смотри, мне кажется, извини, может быть я сейчас скажу, что я не прав, но я пойду говорить. Ты не прав. Я пойду говорить, пока не сказал. Смотри, мне кажется, твое желание, вот ты так поставишь вопрос, это желание, знаешь, подстелить соломку где только можно. Но, к сожалению, игра, какой не была бы она, если бы. Можно я скажу? Сколько, а именно? Своей точки зрения, сейчас скажу. Она точно так же, как и жизнь. К рукам не подложиться. Конечно. Я, конечно, тебе веду. Я прошу прощения. Вот то, что я говорю, сейчас уже повторю, да. Здесь вопрос не прописывания каких-то правил. Это вопрос обычной, человеческой, да, как говорится... Порядочности порядочности. Если человек, как-бы, не обладает, короче, этой, αυτающей порядочностью , науками и коммуникации с людьми, и местами и так далее, в жизни. Он и в игре будет, и не обладать, да, короче. А если обладает, будет обладать, вот и все. Я дам еще один вопрос. Скажи, пожалуйста, а как это можно определить? То mobil. Они так, как, да. Спорт Perez. Да. Если человек... Да, все верно. Дайте шагу сказать. С огромным изменением, вот прямо пересеклось с темой, которую я буду рассказывать. Никогда и никак в спорте пассивная безопасность не спасает. Один боксерский удар в лицо по неожидающему противнику – это полетевшие кости. На боксерской тренировке литерии. Только взаимная. Для того, чтобы произошел покап, должны... Вот формулировка, которую я хотел сказать. Для того, чтобы произошел покап спортивный, должны встретиться психопат с имбецилом. Ну, я, давай, давай, давай! Давай, пожалуйста, выли вы. Все такие. Давайте выперзаем. Это просто нет, что вы. Я хочу сказать вам, что это прекрасное определение. Есть нюанс. Ну, я бы не ставила точку вот так вот, прям психопат с имбецилом. Немножко не нравится мне такое навешивание. Есть тоненькие-тоненькие нюансы, да. Значит, я бы сказала так, что я абсолютно согласна, что белые флаги, они не спасают ситуацию. Красные, красные. Ромбы, белые? Белые флаги, красные, да. Совершенно верно. Белые ромбы не спасают ситуацию. Есть нюанс. Подстелить соломку подо все невозможно. Есть нюанс. Если ты хотя бы по минимуму декларируешь, что ты готов коммуницировать вот так, к тебе придут и будут с тобой коммуницировать. А если ты скажешь, что вы сюда не хотите, я просто говорю, что вот я сказала игрокам, пожалуйста, мертвятник через ворота не ходит. Тот, кто идет через ворота и не умер, умирает. Идите в обход. Что они услышали? Мертвятник не ходить. Слушай, один дот совсем из другой области. Я когда-то в 15 лет преподавал в УЗИ философию. Есть такой чудесный русский философ Федоров, который основатель космизма, чудесный флаг. И, значит, еще и рассказываю студентам о том, что чудесный Федоров придумал о том, что главная цель всего человечества это воскресить своих предков. О достижении бессмертия и воскресении своих предков, которые потом заселятся в другие планеты. Все это знают? Я все это рассказывал с чистым. Потому что я вообще фанат. Любимый коньок. Простите, простите. А потом моя заведующая спрашивает студентов этих же через пару недель, о чем вам и реалистичную философию, говорит. А они такие, о зубе апокалипсии. А вот этот суд, грубо говоря, Сережа, ты же дышишь нового? Да, один ночей, сейчас.